здравствуйте мы на репортере в прямом эфире это студия мы сегодня говорим о крайне актуальной теме последние несколько дней в одессе неспокойно и в том числе из-за не только в политическом русле но и в общественно скажем так беспорядки в одессе последние три дня связи с этим у нас интерактивный опрос могут ли активисты драться с полицейскими да либо нет ваш вариант будет учтен и мы подведем итоги интерактивного вопроса в конце программы и 34 92 58 звоните в прямой эфир нашей программы задавайте вопросы нашим гостям а гости у нас все вот циколюк адвокат и иван ищенко начальник управления превентивной деятельности областного управления полиции вам добрый день итак подытожив события последних трех дней мы говорим в первую очередь о потасовке в черноморске под зданием суда после вынесения вердиктов и миды подсудимым по делу 2 мая изначально была информация что 20 правоохранителей пострадали сейчас выяснилось что 35 правоохранителей пострадали в результате столкновения активистов и сотрудников правопорядка открыто уголовное дело по статье хулиганство 36 правоохранителей пострадали получили травмы в том числе и отравление слезоточивым газом столкновениях представителей всеукраинского объединения свободы других активистов сотрудниками нацгвардии спец подразделениями мвд и муниципальной охраны открыто уголовное производство по статье хулиганство вот как под копирку два события 2 скажем две потасовки как под копирку одинаковая стать по одинаковой статье она будет расследовано почему именно хулиганство в данном случае зафиксировано у вас протоколах хулиганство во первых по что касается по черноморскому по городу черноморском и есть 345 насколько мне известно по вчерашней событиями нету 345 это угроза насилия относительно работника правоохранительного чего здесь на 6 потому что это является хулиганство совершенная группа лиц с применением заранее приготовленных средств для нанесения каких-либо повреждений это мы как бы насколько понимаю следовательно трактуется применение газовых баллончиков которые происходят любопытный момент в который собственно обсуждается уже официальных сетях и в медиа почему не было задержанных не в первом случае не во втором мы обязательно посмотрим видео зафиксируем моменты которые собственно и вызывают определенные дебаты в общественности почему да в данном случае монополия на применение силы распространяется уже не только на сотрудников правоохранительных органов она и активитам общественных организаций но это мы попозже давайте поймем почему не было задержанных я вам скажу так что полиция всегда исходит из той ситуации которая конкретно складывается определенное время в определенном месте всех в этих двух случаях прежде всего полиция национальной гвардии рабу обеспечила публичный порядок дабы дальше не было эскалации конфликтов и возникновение более массовых таких беспорядков я считаю что с этими с двумя задачи ну с этой задачей как бы эти подразделения справились довольно таки хорошо как мы знаем вчера был локализирован весь конфликт и ситуация стала контролированной стабильной в городе и не продолжилось более других беспорядков вообще большую большую часть этой роли особо не играет и не задерживаются люди сразу промышлитель либо потом все это есть фото видеосъемка фиксируется открывается уголовное производство уже следователи подает квалификации правовую оценку каждому и было либо правонарушение либо не было вот у нас в студии адвокат села циколюк вот хулиганство 345 статья это угроза или насилия относительно работника правоохранительного органа имеет ли в условиях вот нынешних условиях в нашем городе условиях того что задержанных не было если какая-то может быть судебная перспектива этого вопроса имеет ли то есть вообще какую-либо перспективу дальнейшее расследование этих инцидентов учитывая вышеизложенные факторы я выключаю что буду возглавляться на российский мой она украинский на держание алла если рассматриваем от состав преступления такой как вот меняется сколько я понимаю уже в единице но в ердер именно по этой статье заявление да заинвестировано одним из элементов состава преступления вот по данной статье является субъективная сторона и субъективная сторона это мотив и умысел этого преступления значит давайте посмотрим какой же был мотив и умысел у этих людей которые пришли так митинговальников да цель активистов которые пришли на думскую площадь в данном случае но я смотрю вчерашние события и совершали какие-то действия мотив у них был насколько я понимаю я не был участником этих событий не мне присутствовал так вот знаю из интернета мотив это защита своих прав на присутствие права на присутствие в сессии на сессию в зале в сессии городского совета то есть вчера была сессия городского совета резонанс на вопросы настолько понимаю там рассматривались не буду antara стабливаться на этом не права члены команда быть присутствующими на сессии было нарушено насколько я понимаю ну а это право оно подтверждено конституциональную подтвержден後 закона в местном самоуправлении регламентом местного света даже есть такая харти и в пской картами сового самовырядувания то есть я так понимаю что в очередной раз использовали правоохранительные органы власти как и до этого было начиная с майдана в темную для того чтобы защитить свои я так думаю какие-то неправильные наверное незаконные дела потому что основными из принципов самоуправления власти должно быть открытость прозорость на гласность в данном случае почему-то людей не допустили туда по такими под какими предлогами этого просто вы мало того еще что среди митинговаривание насколько я знаю был народный депутат который вообще имеет право даже предыдущего со созова проходить беспрепятствован в любые объекты на любые объекты в данном случае и он не попал почему-то на сессию вот это было мотивом этих действий лиц я не я не оправдываю как говорится незаконные действия в отношении правоохранителей но если смотреть на мотив то то состав правонарушения здесь вот этот вот вменяемый 296 статья он просто разваливается это к тому что мотива здесь как такого а мотив должен быть по этой статье это з мотив явные неповаги до суспильства что сопровождаются особливой зухвальностью и так далее в чем все стороны неповага до суспильства я хочу вот у вас спросить 6 стороны было неповага до суспильства когда не пустили активистов членов громады не пустили в зал сессионный позвольте не буду отвечать да он пожалуй прозвучит катарически после посмотрите иван вы признаете что в какой-то мере например действия правоохранителей были там чрезмерными либо чересчур радикальными с точки зрения недопуска активистов в зал заседания кто отдавал приказ да не пускать ведь ваши кордоны стояли и нацгвардейцев и и областной полиции стояли кордоны несколько в несколько рядов у входов у входов в мэрию почему не пускать зрития во первых я вам скажу так что ни полиции на зварде она не занимается пропускным режимом это не входит их функциональная обязанность это осуществляют сотрудники мэрии не знаю там какой-то их не аппарат или муниципальная охрана это неважно как бы на определенном времени насколько мне известно там по осуществлялся запуск людей когда уже там было полностью практически переполнено все вышел там сотрудник мэрии начал громкоговоритель всем объяснять что уже даже не невозможно в холл зайти когда ко мне обратился бывший народный депутат подошел ко мне я его кому со мной лично зашел в горсовет он может это подтвердить просто когда он ко мне обратился в этот момент возле него находился человек который хотел вытаскивать подозрительный предмет и соответственно сотрудники полиции пытались в него забрать в результате чего началась потасовка не потасовка локализация конфликта вы говорите о том что мотив не мотив смотрите если когда вот идет разговор с правоохранитель с определенными гражданами и в это время гражданин достает ну я не буду сейчас утверждать взрывчатое вещество ну было похоже да на взрывчатое вещество у него пытаются у него его забрать в это же время подбегают другие граждане начинают отталкивать сотрудников полиции применять в отношении них силу о каком здесь можно другом мотиве говорить он же не пытается зайти там его кто-то не пускает или еще что-то он подходит и пытается ударить полицейского который хочет обезопасить и полицейские и других граждан которые там находятся потому что возможно подозрительный предмет и либо взрывчатое вещество находится в руках данного гражданина еще хочу сказать больше у нас начиная с 8 часов даже ранее начали поступать звонки что должны пронести туда взрывчатые вещества это зафиксировано на линии 102 поэтому проверяли у нас начал поступать как бы ну когда проводился мирный митинг гражданами у стен мэрии у нас работали оперативные службы от них поступала достоверная информация потому что у некоторых лиц скорее всего находятся взрывчатые вещества и когда сотрудники полиции пытались проверить определенные там рюкзаки у конкретных граждан тогда уже начинали возникать конфликты данный гражданин пытался убежать его начали отбивать и уже возникает подозрение чего гражданин который говорит о каких-то взрывах и у которого находится какой-то рюкзак забегает толпу и убегает от полицейских а когда уже начался непосредственно сам этот конфликт была цель просто у одного из граждан проверить и то что он достал в руке с похожей на взрыв пакет после этого набежало большое количество граждан и началась потасовка сотрудниками полиции за руке полиции я считаю если довольно таки как я уже ранее толерантно мы разнимали разнимали во первых там были разные стороны граждан были с разными как бы взгляды мы никогда не влазим в политику но если человек какие бы ни были мотивы бросается на полицейского распыляет его сторону нас мы считаем это уже право нарушением мы говорим сейчас о событиях на думская площадь давайте сейчас посмотрим видео с черноморска 2 мая суд после того как все произошло вердикт был оглашен вот такой вот такой вот сцене смотрите надеюсь вам видно сейчас будет видно как активисты ломают некую металлическую конструкцию так понимаю которую мэрия и чёска черноморской установила для сибирского дизайна используются там крики были используются огнетушитель который был направлен в сторону видите в сторону сотрудников правоохранительных органов расскажите что это такое как это как это оценивать это нападение противодействия сотрудникам полиции нападение на сотрудника полиции что это может каковаque ранее здесь две уголовных производства вот вы видите видео да в принципе и сотрудникам полиции тоже дефицированы все и граждане от нам вот все те кто Все, кто там, да, все дефицированы, проводятся следствия, проводится сбор доказательств. На Тусик, я вам скажу больше, в тот момент была совсем другая задача. Нам было действительно оставить ситуацию спокойной. Во-вторых, мы должны, тогда реально я как руководитель понимал, что действительно не все граждане понимают такое решение. Я не могу спаривать либо обсуждать решение суда, как сотрудник полиции, но у многих, конечно, граждан, у меня была такая реакция неоднозначная. Ну, понятно, это политический момент. Да, я хочу вопрос задать Ивана. Да, разумеется. Вот смотрите, я хочу возвратиться к событиям вчерашним. Смотрите, Иван, вы как руководитель департамента общественного управления, общественной деятельности, то есть я так понимаю, что вы по ходу своей должных обязательств знали о том, что будет пикет, я так понимаю, что о пикете было заявлено заранее, да, и вы предполагали, наверное, могли предполагать о том, что будет достаточно большая масса народа перед Домской площадью. Можно было, я так понимаю, наверное, поставить, то есть как-то объявить людям через руководителя этих общественных организаций, политических партий, региональных, объявить, что такое-то количество будет допущено в зал. Значит, будут через металлоискатели пройдены люди и так далее, и тому подобное. То есть максимально уны-можливыты на украинской мове, да, вот эти вот все проносы каких-то незаконных предметов и так далее, и создать более организованный порядок осуществления людьми своих прав, как влияние на органы местного сопровождения. Вот скажите мне, были, или же вас местные органы поставили в такую позицию, что, ребята, стойте, никого не допускайте, там будут бандиты, и никто не должен из них, из этих, хотя это все граждане Украины, извините меня, никто из них не имеет права пасть на сессию. Я вам скажу больше, как бы, во-первых, возвращу к тому, что полиция не осуществляет пропускной режим. И в определенное время, до определенного времени, все спокойно проходили в мэрию, а определенные граждане начали же проходить даже уже после начала сессии. То есть все, кто, заявки были на 8 утра. Если бы граждане пришли в это время, зашли бы в эту сессию, ну, мы не занимаемся пропуском, мы осуществляем охрану публичного порядка вокруг мэрии, мы даже не находимся внутри, и мы, по сути своей, не можем быть внутри, как бы осуществлять там какую-то охрану публичного порядка. Я еще два слова хочу сказать. Вот вы же понимаете, это был вчерашнее событие, это были отголосы уже событий, связанных с трагедией большой Виктории, да, когда сгорели дети. И субботнее событие возле мэрии, когда была первая попытка встретиться с господином Трухановым. Поэтому я как адвокат, понятно, что здесь есть две составляющие, политическая и чисто юридическая. Я как адвокат могу, конечно, сегодня рассматривать какие-то квалификационные моменты, эти деяния и так дальше. Но как гражданин и как житель Одессы я не могу просто смотреть на то, что происходит у нас. Я все-таки считаю, что здесь именно власть в лице мэрии, как говорится, спровоцировала и первое, ну я не говорю там насчет пожара и так далее, чья там вина, это следствие докажет, спровоцировало то, что происходило и тогда, и происходило вчера. Давайте вот вернемся к тому, что было вчера, события на Думской площади, видеофрагмент чуть длиннее, чем, разумеется, и событий было больше, и фрагмент, видеофрагмент длиннее. Что не умаляет законодательства активистов. Я ни в коем случае не хочу, чтобы не заподозлили в том, что я стал на сторону сотрудников правоохранительных органов. Но в данном случае, мы вчера общались с активистом в этой студии, выслушали позиции, теперь я выслушаю позицию сотрудника полиции. Вот это, в темно-зеленом, это бойцы нацгвардии, правильно я понимаю? Да, да. Вот, в этот момент, примерно в этот период подкрепление спецподразделения МВД пришло, люди в касках и в темной форме. Батальон полиции особого назначения. Да, батальон полиции особого назначения, вот он. Смотрите, видите, в отношении него сейчас был использован газовый баллончик. Вот прокомментируйте вот эти действия, почему возникла такая потасовка. Почему вот эта вот, вроде как, стихийная попытка войти в мэрию, блокирование мэрии со стороны правоохранительных органов, превросло в массовые столкновения, Иван? Ну, я уже возвращаюсь к этому. Ну, все началось с того, что когда один из граждан, который уже установлен, пытался достать предмет, похожий на взрыв в пакет. Это после этого произошло, правильно? Да, после этого его задержали в тот момент, в данном ограждении, он установлен. После этого начали его, как бы, отбивать. И начались, как бы, столкновения с полицией. Были задержаны, да, несколько граждан для проведения, ну как, для проведения профбеседки. Вы видите, вот эта ситуация, да, она же, мы сейчас можем ее, когда смотрим по телевизору, мы сможем ее рассматривать по-разному. Руководство, в том числе, мы принимаем решение, исходя из той ситуации, которая происходит в данный, в конкретный момент, во что она может вылиться. В той ситуации, я видел ситуацию так, что мы вот локализовали конфликт, больше не происходит, открыто производство. И если следитель посчитает, необходимо привлечь кого-либо к ответственности административной или уголовной, это будет сделано. У нас есть достаточно фото-видеосъемки. На тот период надо было стабилизировать ситуацию и остановить, чтобы город был стабильный и спокойный. То есть вы говорите, вы клоните к тому, что если бы вы задержали активиста и, например, сопроводили его в автозак и отвезли в неизвестном направлении, а точнее в райотдел, допустим, то ситуация имела бы продолжение, негативное продолжение. То есть ситуация бы вышла из-под контроля. Правильно я понимаю? Поэтому не задерживаем. Ситуация в любом случае бы не вышла из-под контроля, потому что у нас для таких мероприятий всегда достаточно сил и средств, чтобы в городе было спокойно. Но на тот момент такое было принято решение, что конфликт был погашен и не возникало дальнейшей его эскалации. И принято решение. Открыто производство, следователь же посчитает нужным, он будет основать для вручения подозрения. Значит, он вручит подозрения. Не будет, значит, дальше будет рассматриваться какая-то административная ответственность. То же самое будут проводиться служебные расследования по действиям сотрудников полиции. Здесь ситуация о том, чтобы моментально кого-то задержать и доставить. Я думаю, что адвокат меня подтверждит. От того, что мы сразу же доставили в отдел полиции, либо мы человека через 3-4 дня, когда уже будет все фото-видео фиксаться, все будет обработано, допрошены свидетели, снято телесное повреждение сотрудниками полиции, либо нацгвардии, это уже ничего не меняет. Я к чему задаю вопрос? Потому что многие обвиняют нынешнюю полицию после данных этих событий последних 3 дней в нерешительности. Что вы им ответите? Вот вы ответите и что думаете? Можно я скажу? Да, я вот смотрите, может быть даже как-то немножко и поддержать Ивана, но и немножко и в его, как говорится, адресе и какую-то ответить. Смотрите, согласно статье 2 закона Украины про национальную полицию, на основании которого действует полиция, в том числе и вот уважаемый наш гость, статья 2 пункт 2, завданием полиции е охрана права свободы людины в прошу чем, а потом уже так уж интересует суспильство и держава. Законодатель поставил в первую очередь охрана право свободы человека. Так вот, в данном случае полиция была поставлена в такие, вот знаете, между молотом и наковальней. Я сказал, и по-моему, никто не возразил, что были нарушены права граждан громады, членов громады, громадян Украины, присутствовать на сессии городского совета, на которой рассматривались очень актуальные вопросы. Вот, но это право было нарушено. Полиция, с одной стороны, должна была защищать порядок, охраняясь, с другой стороны, согласно закону, защищать эти права. Правильно? И насчет вот превентивных мер. Я вот все-таки считаю, что превентивная суть, это значит что-то заранее прогнозировать и предвосхитить события. Так вот, я понимаю, я понимаю как адвокат, что, наверное, все-таки должны лица нашей полиции и областной полиции в том числе, должны были, наверное, зная какой градус у нас в обществе и в городе после этих всех событий, значит, каким-то способом провести, не в процессе уже примитивной вытягивать там этих ребят, активистов из толпы, и там, а до того за день, за два вызвать руководителей или поговорить, пообщаться, сказать, вот мы, у нас есть такая информация, у вас же есть информация о том, что, как вы сказали, что даже у вас была информация о том, что там должны были пронести какие-то там взрывопакеты и так далее, но почему-то вы ждали, пока их пронесли. А были консультации, кстати, вот такие, вы знали, очевидно, что будут, ну как минимум, много людей. Я закончу мысль. И у меня тогда закрадывается какое-то подозрение, что это все было сделано специально, может быть, ну или вслепую использовали нашу полицию, уважаемую, и национальную гвардию, или же, может быть, не вслепую власть для того, чтобы вот создать вот этот вот, поднять этот градус и какие-то перевести стрелки или общественные, пускай общественный случай говорит о том, что кого-то там побили из полицейских и так далее, чем о том, что погибли дети, и о том, что деребанится бюджет на миллионы. Да, давайте это тоже будет отдельным разговором, и в том числе и со стороны прокуратуры, такие вот заявления. Вот что вы скажете на этот счет? Полиция могла предвосхитить эти события? Полиция общалась с господином Кирилльенко, который, собственно, и был на передовой, да, вот этих вот событий, который все-таки первым изъявил желание попасть на сессию, пользуясь своим правом народного депутата прошлого созыва, участвовать в этом. Мы, понимаете, я скажу, я лично регулярно, да и все мы, регулярно общаемся, конечно, да, и с Павлини Миничем общаемся, и с представителями Свободы, Сокола, других организаций, я либо мое руководство, либо там наш аппарат, мы всегда с ними, конечно, общаемся, говорим о том, чтобы не нарушать порядок, где-то мы сходимся во мнении, где-то не сходимся, но консультации у нас происходят регулярно, предвидеть эту ситуацию, ну, мы до конца не можем, потому что у каждого свои цели, у нас, к примеру, цель одна, обеспечить там публичный порядок, сохранить спокойствие в городе, чтобы не было расшатывания ситуации. У кого-то, может, какие-то другие, я не знаю, какие цели, кто-то там, у кого-то какие-то политические, всегда же исходит из того, что вот, вот там тот плохой, или там суд не то решение принял, или еще что-то, это поступает, как бы, детонатором для проведения каких-то нарушений порядка, нарушений закона, и якобы должно оно кого-то оправдывать. Мы же не исходим, какой у кого был мотив, да, мы исходим, что вот есть ситуация, да, человек при большом скоплении людей достает какое-то неизвестное, схожее на взрывчатое вещество предмет, и оно может быть использовано, и непонятно какие-то ситуации, да, помню, даже когда под Верховной Радой было более ста нас гвардейцев раненых, и три-трое погибших, насколько мне известно, и что, и тоже, может, скажем, кого-то в Раду не пускали, еще кого-то, мы никогда не останавливаемся на каком-либо мотиве, либо цели, которую граждане хотят осуществить, мы исходим с того, что вот есть ситуация, есть порядок, и есть закон, который должны все соблюдать, все. Ну вот этот очевиден баланс, дисбаланс, прошу прощения. На Думской площади трое официально пострадавших активистов и 36 сотрудников правоохранительных органов. Это сотрудники, которые обратились за медицинской помощью, да, там нет травмированных. А в основном это какие-то травмы? Это были сотрудники полиции и военнослужащие на Азвардии, которые получили, они обратились за медицинской помощью для того, чтобы им промыли глаза от отравления газом. В основном, а вот физические какие-то ранения? Физических, нет, мы же сразу еще вчера заявили, что физических травм каких-либо нету. Есть только сотрудники полиции на Азвардии, которые обратились из-за того, что в них распыляли слезоточивый газ. Газ реально был очень такой... Как с одной, так и с другой стороны. Я крайне удивлен вот этой статистикой о том, что сотрудники полиции и Насгвардии, они были защищены спецсредствами, да, со щитами, там, со шлевами и так далее. И так много пострадавших. Я вам скажу, газ от газа может защитить только специальный... Респиратор, да. Респиратор, да. Сейчас настолько есть иностранный газ, это даже не нашего производства, но мы сейчас над этим занимаемся уже. Практически 10-20 метров, и он абсолютно, практически мгновенно парализует человека. Он, правда, потом быстро отходишь, но первые 5 минут я на расстоянии 20 метров немножко его, можно сказать, как бы вдыхнул, и не мог несколько минут просто прийти в себя. Потому, хотя я был в очках, но это меня не спасло. Я так понимаю, что активисты просто не фиксировали свои там повреждения и так далее, поэтому... Возможно. Прежде чем мы подведем итоги интерактивного вопроса, вот хочу узнать у каждого из вас ваше мнение. Должно ли государство, то есть органы правопорядка, сохранять монополию на применение силы? Потому, что вот эта дискуссия, я так понимаю, которая очень остро стоит на повестке дней. Пока она, дискуссия эта, не обсуждается в кулуарах парламента, кабинета министров, администрации президента, вот будут происходить вот такие вот ситуации, как происходили 2 мая и накануне на Думской площади. Не 2 мая, а по приговору 2 мая, да. И 2 мая в том числе, кстати. И плоп, я имею в виду в Черноморске, после гердикта суда по делу 2 мая? Как вы считаете, должно ли государство сохранить монополию на применение силы? То есть вы, полиция? Конечно, абсолютно с этим согласен. И вы не согласны с тем, что происходило вчера со стороны активистов? Я не согласен с тем, что когда используют нарушение порядка и оправдывают это чем-либо, как бы, знаете, потому что мы, у нас всегда говорят, чего вы не заняли какую-то позицию, да, или какой-то общественный деятель хороший, какой-то плохой. Но мы же не должны этого делать. Мы не различаем, мы не говорим, кто хороший, мы не осуждаем. Действительно, у многих очень правильные цели, да, правильные мотивы. Но мы считаем, что должна, если есть такое понятие, конституция закреплена, мирное собрание. Мирное собрание, правильно? Мирный митинг. Каждый пусть изъявляет свою волю, да. Если есть какие-то нарушения, пусть обращаются, все говорят, о, что мы будем обращаться там в суд, да, или в полицию, это все равно там заглохнет. Ну так нельзя об этом говорить. И, прежде всего, конечно, всегда обсуждают действия полиции, правоохранительных органов, потому что они находятся на острие, и в первую очередь они с людьми, да. Первые представители власти, это всегда полиция, и всегда в полицию летит больше всего камни, потому что полиция, я чуть ли не заинтересованный там, какого-то пресечь, избить или еще что-то. Нет, полиция просто старается в этом, как говорится, и сохранить монополию власти, и в то же время, чтобы учесть не то, что интересы каждого, но чтобы и не нарушить права граждан, и сохранить спокойствие в городе. И полиция делает очень много для этого, это не так просто, как кажется со стороны, что полиция ничего не делает для того, чтобы здесь был порядок. И ваше мнение против. Ну, однозначно, государство должно иметь аппарат насилия, на то умное государство, но монополия, тут можно еще нам подискутировать по поводу там разрешения открытого отношения огнестрельного оружия, как в развитых странах и так дальше, когда человек при невозможности государства защитить его права, он сам защищается. Но я всегда против того, когда правоохранительные органы используют как разменную монету, как буфер, как, я не знаю, как играет ими в темную для решения своих политических задач. Органы власти, в том числе и органы местного самоуправления, как в данном случае произошло. У нас уже полчаса эфера прошло, к сожалению, мы перетянули со временем, я лишь оглашу данные интерактивного вопроса, звучало, напомню, так. Могут ли активисты драться с полицейскими? И ответы расположились следующим образом. Да, 11% телезрителей считают, что да, активисты могут драться с полицейскими, и 89% наших телезрителей считают, что активисты не должны драться с полицейскими. Вот такая вот... Я согласен, может быть, некорректно был поставлен вопрос, а имеют ли право активисты защищать свои права, и при этом вынуждены применять насилие. Вот, может быть, так было бы правильнее поставить, наверное, немножко другое было бы. Все-таки драться не просто, а защищая свои права. Наверное, так. Спасибо, уважаемый господин. Какие бы ни было цели, нарушать закон никому нельзя. Спасибо за то, что пришли, обсудили актуальную тему. Мы следим за развитием событий в Одессе. Оставайтесь с репортером счастливо. Спасибо.